Десятки метров проводов, натянутые тросы, системный блок, электродвигатели и обычный автомобильный аккумулятор. Именно так выглядит электронный звонарь шестого поколения. Эту чудо-машину установили в Енисейске на колокольне Богоявленского собора. Принцип ее работы прост. Все системы управляет компьютер. Именно он задает последовательность и частоту звучания. 13 колоколов, соответственно 13 приводов, на каждый колокол идет один привод. И вся эта система управляет этими электродвигателями. И движок, соответственно, дергает за соответствующий трос. И трос выдаляет языком по колоколу. Этот компьютер может исполнить более 80 звонов. От торжественных благовестов до праздничных трезвонов. Причем техника никогда не ошибается в тональности и не сбивается с ритма. Чтобы достичь такого мастерства, человеку нужен не один год усердного обучения. А систему электронного звонаря специалисты установили всего за два дня. Раньше искусству звонарного звона учили несколько лет. И каждый звонарь, чтобы порадовать горожан праздничным перезвоном, должен был не только знать нотную грамоту, но и не запутаться в таких многочисленных растяжках. Теперь же для этого достаточно нажать определенные клавиши на контроллере. И электроника все сделает сама. А вот мнения жителей Енисейска разделились. Многие уверены, человек может быть звонит и не так совершенно, как машина, но зато вкладывает звучание колоколов в свою душу. Не могу вам объяснить, чем, но все равно чувствую, что когда колокола звучат заживую, там маленько другое звучание. Сейчас уже должно быть все техническое. Так удобнее, наверное, имя сделать, чем человеку. Надо туда звонить. Да это же правильно надо изучать. Но, наверное, те, которые люди там работают, все равно должны не забывать, как руками звонить. Впрочем, электронный звонарь не враг звонарю живому. Священники рады бы, чтобы эту службу выполняли люди. Но, к сожалению, специалистов, да и просто желающих обучиться этому искусству, становится все меньше. Например, Богоявленский собор после реставрации несколько месяцев хранил молчание. Ведь колокол – это внешний язык храма. Без колокольного звона большинство людей думают, что храм до сих пор закрыт. Храм еще реставрируется, любой музей думает. Но благодаря установке новой, современной, храм оживет. В ближайшее время электронных звонарей установят и в других храмах Енисейска. Отец Николай уже успел оценить удобство этой чудо-машины. Ведь управлять ей можно даже с телефона. Андрей Давыдов, Динар Салимов, Енисей. Новости.